Всем привет! Меня зовут Светлана. Вы на канале Жизнь с цветами и без. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Ребята, у меня тут накопились кое-какие советы, миф один вам хочу развеять и секрет. Секретом тоже очень надо поделиться, иначе начинает в роту вонять и развиваться кариес. Ха-ха-ха. Я представляю, какой сейчас шок испектали люди, которые только зашли на мой канал. Да, канал мой немножко хулиганистый. Так, ребята, значит, смотрите, это мое восточное окно. Сразу рассказываю, сегодня у меня был паркохозяйственный день. Я убирала на этом окне, вытирала изнутри стекла, а снаружи подождут до весны. Убирала кое-что сухое, что-то обрезала и вытирала подоконник. В общем, как-то так. И походу, какой цветок мне попадался, именно с этого окна. А, нет, там еще будет один цветочек в самом конце, с другого места, где стоит. А так пока все будет про цветы на этом окне. Кстати, меня частенько спрашивают, как подживает твой казанец. Ну, то есть цветок с казани, одианту, который я выписывала. Шикарно подживает. Отлично подживает. О, ну, кто постоянно спрашивает, он понял, что это я ему привет передаю. В общем, как-то так. Ну, что, поехали? Всем, всем, всем и каждому скажу я. Я, я секретов не держу я. Я, я ни шкаф, ни музей. Хранить секреты от друзей. Вот один из мифов, что в горшке с автополивом и с индикатором уровня воды, вот, видите, грунт не плесневеет. Ну, ребята, я вам скажу так. Это зависит не от горшка, а от грунта. И от температуры, и от влажности в квартире. Горшок тут ни при чем. Вот смотрите. У меня здесь грунт, ну, так скажем, растительного происхождения. Мох, кора, кокосовые чипсы. Они у меня от влажности в квартире плесневеют. И не помогает никакой диатомид, там другие улучшители, разрыхрытили почвы. Как я борюсь? Периодически я верхний слой, потому что плесневеет именно сверху сантиметра два. Убираю и засыпаю новым грунтом. Ну, и поливаю, получается, нижним поливом. Вот сюда наливаю, и все. Ну, так скажем, это спасает на какой-то период времени. Не знаю. Все-таки влажность хочется в квартире поддержать, а от этого получается, что грунт сверху плесневеет. Ну, в общем, я так борюсь. Хотя в этом грунте, смотрите, как шикарно у меня растет сингониум дан тонк. Он дал ребенка. Ну, почти ребенка. Детку. И вот я его развернула этой стороной. Смотрите, какой он шикарный. Вот. Он у меня стоит не здесь. Это я сейчас на окне делаю уборку, переставила сюда и здесь снимаю. Вот. Грунт для него отличный, но плесневеет. Вот один из мифов по поводу горшков, что в этом горшке типа грунт не плесневеет. Повторюсь, это зависит не от горшка, а от влажности, от состава грунта и от полива. Вот этот грунт я стараюсь чуть-чуть просушивать. Вот. Да, поливаю нижним поливом, но когда у меня вот этот индикатор упал вниз, я еще неделю точно не поливаю. Вот верхний слой прям щупаю, чтобы вот эти все компоненты, ну, кора просохла, потому что они более влагоемкие, чем обычный грунт для цветов, я имею в виду, землю. Ну, вот как-то так. Хочу поделиться наблюдениями моими личными. Ну, может, для кого-то это будет секрет, а для кого-то наблюдение. Моими лиственными цветами в доме. У меня их очень мало. Я не очень люблю лиственные. Ну, нет, так нельзя, наверное, сказать. Я их люблю, но в моих условиях лиственным очень тяжело. Батареи то жарят, то отключают, листья страдают. Но есть такие цветы, которые я очень люблю, отказаться не могу. Вот представители таких цветов. Это у меня пахистахис. Он сейчас набирает зеленую массу. Цвести будет летом. Может, даже раньше зацветет. И цветет он очень-очень долго. А это белопирона. Но обычная, не варигатная. Что я вам хочу сказать? Вот смотрите, белопирона. Так как сейчас зима. Очень сильно вытягиваются у нее побеги. Она растет. И пахистахис растет зимой. Они не отдыхают. И смотрите, что я сделала вчера. Я вчера все макушки, белопироны, подрезала, чтобы она не вытягивалась. Она даст со всех сторон свои росточки. Вот какую-то листву она посбрасывала. Это абсолютно не страшно. Потому что на месте, где она сбросила листочек, у нее появляются, вон смотрите, видите, новый ростик. Так что это отлично. Вот что я хочу сказать. Вот белопирона я спокойно срезаю, спокойно обрезаю. Ничего с ней не будет, обрастет и зацветет. А вот пахистахис, ребята, по моим наблюдениям, я не знаю, как у вас, я делюсь своими цветами, своими наблюдениями. Я его не обрезаю. Во-первых, у него цветочки будут только на вновь отросших листьях, стебляках, да? Но и он не любит сильную обрезку. Вот обрежешь, он будет меньше цвести. Вот это я уже заметила, наблюдаю. Сейчас он у меня отличный. У меня их два или три. Но это один из, наверное, пышных, показываю вам. Что ж вам показывать там худой и тощий. Вот смотрите. Ну это ж вообще обалдеть. Вот его я не обрезаю. Стоят у меня вот здесь, это я на южном окне делаю уборку. Стоят они у меня здесь. Стоят практически у стекла. Все здесь отлично. В общем, запомнили, да? Пахистахис я не обрезаю, потому что я хочу, чтобы он зацвел. Его можно обрезать только после цветения. Вот он отцвел осенью. Он будет цвести до поздней осени. У моей кумы он до сих пор цветет. Вообще безустанно. Безустанно. А я обрезаю. Там 2-3 цветочка осталось. Я обрезала. А вот зимой уже, весной и летом я не обрезаю. Запомнили? Осенью после цветения. Один раз обрезали и все. Больше мы его не трогаем. Вот как-то так. Ну вот еще такой советик, секретик. Либо как я делаю. А вы уже сами думаете, надо вам так делать или нет. Если вы цветок очень давно не пересаживали. Ну, мало ли у вас настроения нет. Либо на работу бегаете, что не успеваете. Либо ума нет. И вы понимаете, что горшок уже настолько легкий и отходит от стенок грунт. И вы поливаете, а вода как, знаете, ну, как в бездонную бочку. Шух и ушла. И осталась вот в поддоне. Что вы делаете? Ну, нет настроения пересаживать, да? Значит, вы обязательно такой цветочек поливайте с удобрением. Вот у меня сейчас биогумус. А вот эта лейка, она, по-моему, 130 миллилитров. Ну, литр 30, да? И на литр воды рекомендуют биогумуса одну пробочку, крышечку. Я чуть-чуть меньше лью туда и проливаю этот цветок. Я его давно не пересаживала. Руки не доходят, честно говоря. И вот, когда вы пролили его с удобрением, вы же понимаете, что там грунт уже не работает, то хотя бы корни этого удобрения покушают. Пролейте прям полностью, чтобы вода вышла в поддончик. И вы ее не выливайте. Пусть этот цветочек постоит в этом питательном чем? Водичке в этой питательной. Хотя бы корешки напьются. Но так часто делать нельзя. Слышите? Так часто делать нельзя. Вы можете загубить корни. Они у вас могут загниться. корниться. Ну я уже ас в этом поливе. Поэтому знаю. Вот я сейчас полила, а сама думаю, что дня через два-три, может четыре, этот цветок надо срочно пересаживать. Сегодня меня муза не посетила. Сегодня я этим делом заниматься не буду. Так, хочу еще вам показать свой папоротник досада. Кто давно со мной, знают, каким он был и каким он стал. Вот, красавчик. Причем покупала я его в конце лета и когда пересадила, он у меня переболел хорошо. Но сейчас вроде бы все с ним нормально. Ну да, зима что-то где-то отсушивает, но в целом, в целом растет неплохо. Растет он у меня в двойном горшке. Вот там снизу водичка поливаю нижним поливом. Хотя хочу сказать, что иногда мне лень просто снимать, доставать, и я прям отсюда воду лью и все. Увидела, там набралось воды сколько надо. И нормально. Нравится ему, нравится. Поливаю также иногда с удобрением, иногда без. Вот сейчас я пролила с удобрением биогумус. И хочу вам рассказать, поделиться секретом, который я недавно узнала и обалдела. Я, ну как недавно, ну месяца три точно. я его, этот секрет сейчас активно использую, хочу понаблюдать. Пока ничего плохого в этом не вижу. Значит, не помню, в каком источнике я увидела, услышала, узнала, что, оказывается, папоротники это единственные растения, которые сами себя питают. то есть листочки, которые засушивают и падают корням, ну в горшок в частности. Вот этим папоротники и питаются. Это лучшее удобрение. Повторю, это, как называл, говорил источник, единственный цветок, у которого не надо убирать сухие листья. Что я делаю? Вот если он отсушил, листочки насыпались, веточки насыпались, я их ножницами мелко-мелко-мелко режу, измельчаю и подсыпаю вот сюда в грунт. Ну, как говорю, ничего поганого я еще не увидела в этом. И вот этой информацией мне хотелось с вами поделиться. Вот на примере своего Биркина поставила его на стул, чтобы показать его сверху, какой он красавчик у меня стал. Люда, привет! Канал Оазис Миссис Смит. Это она мне его подарила, прислала. Жив-здоров, чего и всем остальным цветам желает. Вот на примере этого Биркина я хочу вам рассказать один секретик по уходу. Писали мне совсем недавно, почему я на этом и заостряюсь. Как-то я сказала, что надо листочки обрезать по сухому, если листочек у вас начинает гнить. Так вот, возвращаюсь к Биркину. Вот смотрите, у него уже отсыхают его чешуйки, из которых вылез новый листочек. Вот раньше я эти листочки сухие на раз бы обрезала, сейчас нет. Пока сам листочек не высохнет и уже чувствую, что он безжизненный, только тогда я его удаляю. А пока он мягенький, пока он мокренький, я его не удаляю, потому что он питает новый листочек у растения. Понятно? вот о чем я вам хотела сказать. А то иногда ко мне даже приходят приятельницы, у тебя там что-то засохло. Я говорю, нет, это не засохло. Этот засохший, в данном случае чешуйка, питает листочек. И по поводу кончиков у цветов, какие я как обрезаю, сейчас найду, покажу. Ну, вот на примере хлорофитума. это очень молоденькое растение, я его посадила, ну, может, месяц назад. И смотрите, что он творит и вытворяет. Он у меня сильно переболел, пока прижился. Сейчас, вот, видите, обрезанные листики. Эти листики отмирают. Вот сухой, вот этот уже можно удалить. Но я его не удаляла, пока он болел, этот цветочек. А вот уже он пошел с новыми листиками. И вот отлично деточка не висит, а подняла свои листочки, хорошо смотрится. Вот о чем я вам хочу сказать. Почему я некоторые листья обрезаю, как показать, по-живому, а какие-то нет. Так, ну, давай, фокусируйся. Ну, вот листочек. Я точно знаю, что этот листочек отмирает. Это нижные старенькие листья. И вот он отмирает с кончика по чуть-чуть. Я, как говорится, ему дожить даю свой век. Я обрезаю по-сухому, до живого, по чуть-чуть. Вот я ему сейчас не буду делать обрезку. Пусть еще чуть-чуть подсохнет. Я опять по-живому резать не буду. По-сухому. Ну, чисто из эстетических соображений. я не режу просто так. Потому что я знаю, что это нижние листья. Повторяюсь, что цветок переживает свое второе рождение. все. Полностью по-живому я режу и стараюсь подальше отрезать от сухого. Если я вижу, что цветок заболел и это не просто идет отмирание листочка. Оно не сухое, а мокрое. Идет гниль. Вот когда листочек гниет, тогда я режу по-живому и подальше от глини. От гнили. Господи, еле сформулировала. Вот это умничаю тут. Чтобы гниль дальше не пошла. Но если это естественный процесс, то я по-живому не режу. Вот смотрите, я по... Да что ты будешь делать? Обрезала по-сухому и он дальше, как говорится, доживает и питает свое растение, этот листочек. Как говорится, он свою функцию до конца выполнит и и и и засохнет и я его тогда аккуратненько обрежу. кстати, по поводу обрежу. Вот некоторые цветы спокойно у них отделяются сухие листочки, засохшие. А вот у спотифилума, я не знаю, как у вас, у меня прямо тяжело они отходят от основного растения. поэтому я стараюсь не дергать, а ножничками отрезаю. Вот так-то. Так, вернулась к хлорофитуму, потому что сделала ему вот этот поддончик. Висел он у меня в этом поддончике. Видите, как я делаю подвесы, цепляю не к горшкам, чтобы не капать, если у вас горшки с дренажными отверстиями, вы поливаете, чтобы вода сверху не капала. Ну, я вот делаю вот такие поддоны, а не с бортиками и цепляю. Или вот такие поддоны. Скажете, там типа не по фэншу? Не, у меня в квартире именно в этой комнате много желтого, поэтому здесь все по фэншу. Ну, он даже обои, да, желтизной. Ладно, почему я вернулась к этому хлорофитуму? Если вы пересадили, и он у вас начал гнить, детка очень тяжело приживается, у меня, я не знаю, кто-то говорит, что это очень легкий цветок, у меня она очень долго приживается и болеет. Так вот, вернусь, повторюсь, если начали у детки гнить листочки, полностью не обрезайте, подрезайте только кончики, пусть переболеет, и этот листочек будет питать новые корешки и новые ростки, повторилось, да, и поливать старайтесь, вот именно новый цветочек, именно детку, которую вы пересадили, в поддончик, вот я сейчас сюда вниз буду наливать водичку чуть-чуть, чтобы питалась снизу, а не сверху, потому что загнивание идет чаще всего вот, где шейка у цветка, извините за такие подробности, но это, как говорится, для новичков, либо для старичков, которые не могут справиться с хлорофитумом, я вам хочу сказать честно, что я несколько хлорофитумов загубила, пока не поняла, в чем секрет его выращивания, и еще одним секретиком, причем не моим, но теперь уже моим я хочу поделиться, но во первых строках своего письма, как раньше мы писали, да, а теперь во первых словах своего видео я хочу передать привет, первый привет Людмиле, канал Оазис Миссис Смит, сегодня я уже второй раз ее имя упоминаю, да, ребята, почему, потому что вот эту Хою Кримсон Квин, она мне тоже прислала, и смотрите, как она хорошо у меня растет, это самое быстрорастущее из моих Хой, которые у меня есть, так что, ребята, если канал Оазис Миссис Свид будет предлагать вам какие-то цветочки, покупайте, рекомендую, видели, и Биркин, и Хоя отлично растут, хороший у них иммунитет, вот прям, а приходил он мне, ну вот, ну может быть, два или три листочка было, а сейчас уже даже сделала я второй круг плетью, и кто давно со мной, помните, я говорила, что выпустил цветочек, нет, это не цветочек, это все-таки ростик, но я тоже рада, тоже рада, пусть оплетает и растет, почему я заострила внимание, что я сделала уже второй круг, оплела, я их пускаю вот на таком подвесе и закручиваю, и вот тут я хочу передать привет Белки Сид, канал так и называется, Белка Сид, ребята, уникальный канал, уникальный, хотя бы потому, что когда я ей передала эстафету цветочную, она там хоть в кустах, но свое лицо показала, а то, честно говоря, я по утрам, когда просматриваю видео, пугалась, особенно, если на канале встречалась с подружками, либо отмечала какой-нибудь праздник, а утром с экрана со мной разговаривает Белочка, я думаю, все, надо заканчивать праздновать, со мной уже Белки говорят, так вот, это тот канал, который я смотрю внимательно, слушаю внимательно, есть некоторые каналы, которые я смотрю на скорости, некоторые вообще вот на канале выбираю только те видео, где какие-то цветочки меня интересуют, все подряд естественно не смотрю, а здесь Белочка, почему она уникальная, потому что она сама этого не знает, вот я человек уникальный, я это знаю, а она этого и не знает, так вот, в одном из обзоров своих цветов она произнесла фразу, которую я сразу для себя сказала, так, как говорила всю жизнь моя мама, век живи, век учись, дураком помрешь, так это про меня, мне 58 лет, ребята, я это узнала, ну может быть месяц назад, вот из канала Белка Сид, смотрите, о чем я вам хочу сказать, она там произнесла, так запросто, просто, кстати, я у нее уже, ну наверное, три секретика подчеркнула, еще какие, а, один секретик, она мне написала, подсказала, что когда пепперомью арбузную, как, чтобы ее не залить, она говорит, щупай листочки, вот если листочек будет чуть-чуть мягенький, вот тогда только поливай, но тоже аккуратно, вот это она мне подсказала, еще что-то я у нее услышала, увидела, не помню что, но что-то очень умное, дельное, цельное, и здесь она рассказывает, что вот плети у всех вьющихся, плетущихся цветов, когда вы заворачиваете, нельзя их опускать вниз, иначе они отсохнут, запомнили, вот у вас плеть, вот у вас плеть, ее надо было пустить, пусть она плетется хоть под потолок, потолок вам покажу, и только потом вы ее заворачиваете, как вам надо, а хвостик поднимаете вверх, как у белочки, хвостик поднимать надо вверх, и тогда кончик не отсохнет, представляете, а я думаю, да что такое, у меня многие цветы, именно которые плетутся, вьются, отсушивают кончики, я его закручу, он отсушит, я его закручу, он отсушит, а ларчик открывался очень просто, просто этот кончик, надо, чтобы он не смотрел вниз, а смотрел вверх, поэтому вот смотрите, я его вот так вот завернула, завернула и направила вверх, усьо, спасибо тебе, белочка, вот еще вам напоследок пироженка, вот еще вид сверху, класс, да, сейчас буду рассказывать секретики, первое, с чего я начну рассказывать секретик, почему он у меня все-таки зацвел, а не цвел года два с половиной, это нехорошие слова, те, которые вам запрещают говорить все, как я выражаюсь, мои французские слова, когда я выражевываюсь по-французски, он у меня долго не цвел, этот цветочек, там тоже бутончики, а сейчас похоже, он у меня еще больше будет цвести, так вот, каждое утро я подходила, у меня их четыре таких, клеродендрома госпожи Томпсон, каждое утро я к нему подходила, четко, вместо зарядки, и говорила, да пошел ты лесом, и все, что я знаю из длинной, длинной своей жизни, но не ведая того, я сама поняла, что все я делала правильно, итак, первое, разговариваем с ним грубо на повышенных тонах, второе, я вам не зря показала, где он у меня стоит, вот, он у меня стоит, это южное окно, вот я его отсюда сейчас убрала, сейчас он у меня стоит притененный, но все равно она как бы вот там, ну, сантиметров пятьдесят от южного окна, значит, ему нужно много, много, много света, но притенять от прямых солнечных лучей, когда начнется жара, лето, напоминаю, что я живу в Туапсинском районе, поселок Новомихайловский, а у нас лето практически девять месяцев, а потом три месяца осени, и все, весного лета, я его оттуда уберу, в чем мои ошибки были, первое, я его не меняла ему местоположение, он у меня постоянно стоял в тени, я психанула на него, отсюда убрала с этой комнаты, и он у меня года два стоял на балконе, причем не у окна, а так себе подальше, в этом году меня осенило, что когда мне моя приятельница Ирина принесла этот цветочек, маленький отросток, я же его и поставила на то место, и он у меня зацвел, и цвел шикарно хорошо, я его пораздавала всем своим знакомым, и у всех знакомых он хорошо цветет, а у меня нет, а почему его переставила, да просто места у меня не хватало для других цветов, вот и все, а в этом году меня осенило, осветлило, озарило, я его туда поставила, причем поставила осенью, а все лето и половина зимы, ну и осень, он у меня стоял на балконе, причем я на него психанула и не стала поливать, и правильно сделала, вот осенью он у меня стоял в холоде без полива, думаю, ну, уйдешь так уйдешь, туда тебе и дорога, клянусь, так и подумала, он у меня начал сбрасывать листья, я опять на него ноль внимания, фунт презрения, а он листопадил, он у меня спал, и это первый признак, если он у вас листопадлит, белка, привет, это твое слово, вот третье, что ты мне подсказала, листопадлил, и тогда я, я же до этого тоже смотрела все каналы, и я где-то тоже услышала, что если сбрасывает листы, любое листопадлое растение, то значит он готовится ко сну, его надо меньше поливать, держать в холоде, и как только появляются у него маленькие ростики, тогда уже занести в тепло, поставить на свет и начать поливать, причем с малым количеством удобрений, вот в данный момент он у меня стоит, знаете, с каким удобрением, и опять же фокус-покус, вот японское удобрение, я сама не зная того, летом я также ставила ему это японское удобрение, когда он у меня начал хлорозить, он у меня сильно хлорозил, а у меня вот это удобрение валялось и валялось, причем накупила я его дофига еще шесть штук, думаю, да ладно, не выбрасывать же, тем более у него срок годности, как говорится, бесконечный, и я навтыкала в клеродендрумы, тем самым, когда он не цвел летом, я его подкормила этим удобрением, мне тут еще моя одна знакомая, она же моя подписчица, смотрит мои каналы, сказала, что у нее не получается вот пользоваться вот этими удобрениями в бутылочках, она говорит, не знаю, почему-то мне кажется, что вода не уходит, может быть, сверху сделать дырочку, не, ребята, ничего делать не надо, под углом 45 градусов втыкаете и все, она очень медленно уходит, очень медленно, я не знаю, но месяца 2-3 оно будет уползать, это удобрение, просто снимаете колпачок, там не отрезать надо колпачок, а снимать, сняли колпачок, под углом 45, повторюсь, воткнули и забыли, про все на свете забыли, потом просто водичкой поливаете, вот сейчас у меня, знаете, какой у него полив, я смотрю верхний слой, пальцем колупаю, я почему перестала вам сейчас показывать свой маникюр, потому что я испортила все свои ногти, ну мало там после наводнения подъезд убирала, все мои ногти испортились, я пересадку делаю без перчаток и я пальцами залазю в грунт, можно, конечно, палочка, я все знаю, все умею, все понимаю, но делаю по-своему, мне надо пальцем залезть в грунт, если в горшке прошел, просох верхний слой грунта, примерно на полтора, два сантиметра, тогда я поливаю, чтобы не залить, есть еще такой фокус, это лично мой, я многим рассказываю, уже многие пользуются, вот когда вы сажаете цветок, ой, листом закрыла, не вижу, что снимаю, вот вы оставьте грунт от верхнего бортика горшка тоже на сантиметра два-полтора, и чтобы не залить, и вам надо полить, у вас же два сантиметра вниз просохло, вот вы поливаете, прям по всей поверхности, прям по, так что я тут не вижу, листья у меня закрывают, вот прям до сюда, долейте воды, так плюхните, и все, вот эти два сантиметра у вас воды уйдет туда, вниз, внизу всегда мокро, но это опять индивидуально, это надо под каждый цветок подстраиваться, те же кактусы тут уже не подходят, или те же щучьи хвосты, как они, по сенсверии, тоже не подходит, а для клеродентрума это подходит, но я опять же, вот сейчас, его поливаю по мере просыхания, нет у меня определенного графика, чтобы там как-то полить, там по субботам, по средам, нет, я сижу дома, не работаю, мне делать нехрен, и вот это я тут заморачиваюсь, многие мне даже пишут, Свет, но даже мое, мое видео, посев, как их там называют, господи, Хильдевентера, ну ты заморочилась, ребятам, не делать нифига, поэтому я и заморачиваюсь, и видео длинное делаю, вот так, так, что еще я не сказала, а, обрезку, делать обрезку клавиодендрому надо, у меня есть один горшок обрезанный, он еще стоит на балконе, его сейчас показывать не буду, он листопадлит, думаю, он зацветет, а этот я пустила, как говорится, вот по опоре, и вот, кстати, я не знаю, сейчас найду или нет, где-то были, вот когда я его крутила по опоре, не, ребят, я сейчас не, а, вот, вот, пожалуйста, вы видите, я его накрутила по опоре, и вот этот отросточек, он смотрел вниз, и он отсох, а если бы я дождалась, пока плеть будет подниматься высоко, и потом бы его завернула, но этот отросточек направила бы вверх, он бы не отсох, хуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу А я уже буду смотреть, применять их или нет, эти секреты и советы. Хотя очень-очень-очень люблю и ко всем советам отношусь с благодарностью. И, как говорится, уже думаю, применять их или нет. И вы тоже обязательно взвешивайте. Почему-то мне сейчас на ум пришло, что у каждого хирурга есть своё кладбище. Ужасная, конечно, поговорка, но от действительности, от жизни никуда не денешься. И вот по поводу цветов. Пробуйте, ребята, пробуйте. У каждого цветовода есть своя компостная яма. Чтобы у вас эта яма не очень-то наполнялась, нужно пользоваться всё-таки советами друг друга. Давайте, советики, давайте. И на этой весёлой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что всё будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь, я это точно знаю. Потому что по-другому просто быть не может. Всем, всем, всем и каждому скажу я. Я, я секреток не держу я. Я ни шкафу, ни уделей. Хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля, жужужу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Аааа, ааа. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Жужужу. Субтитры сделал DimaTorzok